Мы молодые, мы духом сильны, мы выбираем здоровье страны. Всё в наших руках! Действительно, в руках подрастающего поколения наша планета, поэтому важно научить ребят бережно относиться к природе, охранять леса и реки. И фестиваль Гринвей помогает юным участникам понять, что путь к зелёной планете начинается с заботы об экологии своего родного края. Чем раньше мы будем заниматься, начнём заниматься экологическим воспитанием, экологической культурой, тем надёжнее и увереннее мы себя будем чувствовать в будущем. В какие руки, кому мы отдаём свой город, свою страну, свою планету? Вот сегодня, посмотрев на этот замечательный экологический отряд, мы, взрослые, можем быть уверены, что будущее нашей планеты, безусловно, в надёжных руках. В этом году тема фестиваля «От экологии природы к экологии души». И ребята представили свои работы в четырёх номинациях – «Эко-тур», «Эко-глаз», «Эко-декор» и «Эко-театр». Участники выполняли задания в экологическом квесте, мастерили лэпбуки и эко-часы, исследовали экологию школьного двора. Но самым зрелищным стал конкурс экологических театров и агит-бригад. Каждый детский сад посчитал возможным выставить свою команду. Они между собой соревновались, у них были сценки, выступления. Сегодня у них уже подведение итогов, и наша задача – детей поощрить, наградить подарками от инстанции. Балаковская АЭС выступает социальным партнёром фестиваля «Гренвэй» уже в четвёртый раз. Предприятие уделяет большое внимание собственной экологической безопасности, поэтому всегда поддерживает стремление юных балаковцев к экологически ориентированной, социально значимой деятельности. Дети непосредственные, весёлые и очень верящие, поэтому очень важно, чтобы именно из их уст прозвучало, что нельзя мусорить, нужно сохранять экологию родного края, беречь природу, беречь воду, поскольку это же всё богатство нашей планеты. И юные участники конкурса изучали основы экологии, рассказывали о природе с помощью своих проектов. Каждый из которых уникален, ведь ребята вложили в них свои знания и творчество. На протяжении трёх лет мы принимаем участие и каждый год являемся победителями этого конкурса. Очень приятно в нём участвовать. Как называется Ваша сказка? «Приключения Желекина и его друзья». Ребята сами сочиняли сказку по произведению Николая Сладкова «Желекин». Поэтому он выбрал себе помощники, бабушку, бабу-ягу. И ребята отправились в лес познавать экологические законы, учились жить по ним и разработали правила поведения в окружающей среде. С каждым годом участников фестиваля Greenway становится всё больше, потому что в современном мире даже дети понимают, что необходимо экономить энергоресурсы, бережно относиться к природе и менять свой взгляд на экологию повседневной жизни. Поэтому в следующем году организаторы планируют ввести новую номинацию. В будущем, в следующем учебном году мы хотели ввести пятую номинацию, которая будет называться «Экотехник», где наши юные технические уникумы будут показывать себя в техническом творчестве, какие-то инновации вносить в решение экологических проблем. Экология повседневной жизни – это не глобальные экологические вопросы, а значимый для всей планеты выбор, который ежедневно делает каждый человек. Это привычки каждого из нас, влияющие на будущее нашей планеты. И можно сказать уверенно, в Балаковске ребята знают, куда ведёт их зелёный путь.